Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Христос наш друг-отец или грозный судья? Разберемся. Конечно, мы помним, как Господь обещает, что он придет судить на облаках воздушных. Тоже мы вспоминаем послание апостола Павла, как мертвые восстают и перестают перед Господом на страшный суд. И вспоминаем притчу о страшном суде. Кстати, тоже надо помнить, что это все-таки не прямое указание, а именно приточное. То есть его надо иносказательно принимать. И я бы как ответил на этот вопрос? Что мы сами, точнее я бы даже сказал, каждый из нас сам решает, кем для него будет Христос. Будет ли он для него другом? Будет ли он, да что он, давайте скажем, вот для себя. Будет ли для меня Христос другом? Будет ли для меня он отцом? Или будет он грозным судьей, нелицеприятным? Это зависит от нас, потому что, тем не менее, стартовая позиция, это что Христос, это наш друг. Господь прямо называет в Евангелии от Иоанна апостолов своими друзьями. И всех нас своими друзьями он зовет. Призывает он, хочет с нами дружить. И учитывая, что Господь постоянно направляет нас к неместному Богу и Отцу, и все-таки напоминает, что я и Отец одно, апостолу Петру, то тоже, конечно, он любящий Отец для нас. Более того, Господь показывает, какой мы сейчас ситуации находим. Сейчас для нас Бог вообще не судья. Это только на страшном суде Он нас будет судить. Иногда кажется, ой, Господь меня там наказал сейчас, во время моей земной жизни. Нет. Господь, Он мог только вот сейчас нас вразумить как-то, наоборот, нас помочь. Как отец своего ребенка наказывает, не как судья, который, вот, ой, надо изолировать этого человека, от общества или вообще этого, там, казнить там надо. Нет. Отец своему ребенку не выступает судью. А даже когда он его в чем-то ограничивает, он его окружает такой заботой, чтобы его ребенок стал лучше. И как настоящий друг, это не тот, кто будет потакать твоему любому пороку, дурному поступку, а наоборот, тебя удержит от этого дурного поступка, поможет тебе поменяться. Скажет с любовью, с заботой те вещи, которые ты ни от кого другого не услышишь. Потому что кому-то будет наплевать, кто-то будет боиться, а кто-то даже нас будет оскорблять и даже указывать на какие-то наши недостатки. Но из-за враждебности мы этого не услышим. А вот от друга отца мы это сможем услышать. А сейчас бы я предложил открыть Евангелие от Марка, вторую главу, и прочесть 17 стих. «Услышався, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные я пришел призвать не праведников, но грешников в покаянию». Господь пока берет и призывает грешников, но не чтобы их судить, а чтобы покаялись, чтобы поменялись. Вот как Господь говорит, что «так возлюбил Бог мир, что сына своего единородного отдал, что верующий в него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную». И вот сейчас мы находимся в такой ситуации, когда Господь говорит «да, вы грешники, да, я вам друг, а вы мне как друзья не ведете. Да, я вам отец, но вы ведете себя как блудный сын из притчи, который взял все таланты, способности, навыки сильные, слабые стороны, ушел на сторонодоличие, как-то без Бога старается жить». Но тем не менее Господь все равно ждет, что мы к нему вернемся. Вернемся не как к страшному суде, как вот к суде, который приходит к работникам винограда, которые убили его слуг и убили его единородного сына, да, и которые сами себе приговор подписывают. Помните, как в притче о злых виноградарях Господь спрашивает, ну что вот сделает начальник винограда, когда придет и увидит, что его сын убит, а что виноград ему не возвращает? Он говорит, что он должен их взять и всех этих злых погубить, убить. И мы, собственно, вот своими страстями, по сути, суд себе сами готовим. Господь придет и только его реализует. И поэтому всех призываю, дорогие друзья, надо нам прожить эту жизнь так, с такой любовью к ближнему, с такой любовью ко Христу, чтобы когда он пришел, то мы бы тогда все-таки оказались его друзьями, чтобы мы наказались его сынами, потому что только сын может наследовать царство отца. А если мы хотим в царство небесное войти, нам Бог должен быть отцом. И вот для того, чтобы Христос нам оказался не судьей, а другом и отцом, в притче о страшном суде тоже говорится. То, что вы сотворили единому от малых стих, мне сотвори. Поэтому тоже вот какой-то любовью, заботой к людям вокруг нас мы тоже можем показать, Господи, не хотим, чтобы был нам судьей. А как же можно сказать, нет, все-таки там же страшный суд. Но все-таки помните слова из Священного Писания, что для кого-то будет это воскресение жизни, а для кого-то воскрешение суда. То есть и те, и те воскреснут, и праведники, и грешники. Но праведники, по сути, они суда не почувствуют. Это воскрешение будет просто в жизнь вечную. Они не испугаются, для них радость будет встретить Христа не только душой, но и телом. И вот как бы хотелось, дорогие друзья, чтобы мы на страшном суде не говорили бы, для них они встретят праведники. А чтобы сказали, и мы, Господи, и мы, Господи. Но не с обманом, как в притче на страшном суде, когда говорили, Господи, ой, но тебя-то мы уважали. А по-настоящему мы сможем от души сказать, Господи, ты наш друг, ты наш небесный отец. Слава тебе, что не пришлось, чтобы ты стал нашим судьей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!